Тюменская земля хранит в себе огромные запасы полезных ископаемых. Их добыча лежит в основе производства и строительства нашего региона. Самое крупное и перспективное месторождение в окрестностях Тюмени – это карьер озера Андреевское. Каждый год здесь производят около 1 миллиона кубических метров песка. Полезные запасы песка таятся на самом дне озера. Чтобы их заполучить, за работу берется мощный землесосный снаряд. Он втягивает смесь песка с водой – пульпу. За несколько месяцев работы дно отпускается с отметки 3 метра до 11. Дальше добыча в этой точке невозможна. Песок заканчивается. Земснаряд передвигают и продолжают добычу. Поэтому не стоит строить замки из песка. Столь полезное ископаемое когда-нибудь закончится. Сразу после добычи песок отправляют на производство кирпичей, растворов и пенобетона. Но если требуется изготовить строительные материалы повышенной прочности – железобетон, например – необходим крупнозернистый песок. Добыча такого в Тюменском районе до 2008 года не велась. Его доставляли из соседних регионов – Омской области, Свердловской и Пермской. Но транспортировка была слишком затратной. Тогда компания «Тюменний руд» решила производить недостающий песок путем фракционирования. Простыми словами, песок стали разделять на крупные и мелкие частицы. Прямиком из озера по огромной трубе пульпа попадает сюда, на комплекс по пластификации песка. Здесь сначала вода и песок очищаются от крупных и не нужных для производства частиц. Например, это камни какие-то, палки, трава, камуши, в общем, все, что попадается в озере. Вода и песок проходят сквозь специальные степки и попадают вот в эту емкость-взбуститель. А остальная часть воды проходит в технологический отстойник. Там она сначала очищается и только после этого попадает обратно в озеро. И сразу за этим этапом начинается то самое разделение песка на крупные и мелкие фракции. Такую мелкую работу выполняют эти огромные спирали. Их диаметр 2 метра. Каждый час они обрабатывают 3000 кубических метров песка. Разделение происходит гравитационным методом. То есть крупные частицы оседают быстрее, они ложатся на дно, подхватываются спиралью, дальше поступают на склад готовой продукции. И в то же время мелкие частицы лопастями спирали поднимаются вверх. Разделенный песок попадает на склад. Там он достигает нужной влажности всего за сутки. Сейчас посмотрим на разницу двух видов песка. Мелкозернистый песок светлее, да, и крупнозернистый песок значительно темнее. Я не профессионал в этом деле, и то могу сразу же отличить. Мелкозернистый песок, он даже как-то немного мягче, что ли, кажется. Ну, как бы на ощупь такой мягче. Прямиком со склада песок отгружают на заводы строительных материалов. В скором времени ему дадут новую жизнь и отправят строить будущее.